Прекрасный рождественский подарок преподнесли юным жителям округа актеры Народного молодежного театра «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой. В культурном центре имени Любови Орловой они представили уникальный спектакль «Сердце земли» по пьесе Михаила Ильина. За 40 минут до начала спектакля на улице работали аниматоры, которые вовлекали детей в свои веселые конкурсы и танцевальные батлы. Не обошлось и без главных героев новогодних праздников – Деда Мороза и Снегурочки. Именно они настраивали зрителей на сказочные события, происходившие в течение всего спектакля. Меня-то вы узнали? Все такой же я седой, но совсем как молодой и готов пуститься в пляс, хоть сегодня, хоть сейчас. Спектакль «Сердце земли» имеет второе название – «Космические приключения Маши и Вовы». Герои увлекают зрителей в путешествия по разным планетам и мирам. В этой постановке есть все – научно-фантастические открытия, яркая мультипликация и не менее яркие инопланетяне. Красота и точность исполнения авторских идей сделали спектакль незабываемым. Каждую смену декораций зрители встречали с восторгом. Это по-настоящему новаторская работа. Противные детестки! Отпусти ты меня жестянкой! Белкин, ты следи пиратам! Да как ты мог вообще предать нашу землю? Это ты про сейвный полюсер сказал! Говори! Я просто очень хотел пиратом стать! Вот они и спросили, где у вас на земле есть такое место, где людей нет и животных тоже. Вот я вспомнила про него, про полюсер. Звенекородцы встретили актеров театра «Крылья» полным залом, а затем щедро наградили аплодисментами. Новогодние приключения Маши и Вовы, по словам зрителей, подарили взрослым и детям массу самых ярких и добрых впечатлений. Мила Тарасевич, телекомпания Одинцова.